В эту пятницу мы получим очень важные итоговые данные по рынку труда США. Мы представляем вашему вниманию очередной выпуск экономического календаря. В 8.30 утра мы получим первые данные из Великобритании по индексу PMI в строительном секторе за май. В апреле индекс вырос на 0,9 пунктов, что в основном было связано с ростом гражданского и жилищного строительства. Индекс цен производителей еврозоны за апрель мы получим в 9 утра. Сильное падение цен на энергоносители в марте снизило общий уровень. В 12.30 по гринвичу мы получим очень важные данные по рынку занятости в США за май. В апреле были представлены довольно сильные данные. Это было приятным изменением после того, как в марте данные оказались ниже, чем ожидалось. Торговый баланс США за апрель мы получим в это же время. В марте дефицит торгового баланса практически не изменился, поскольку темпы снижения экспорта и импорта оказались почти одинаковыми. Еще одни очень важные данные мы получим в это же время. Это данные по торговому балансу Канады за апрель. Торговый дефицит сократился в марте, поскольку экспорт достиг рекордного уровня, а торговый баланс лишь незначительно вошел в негативную территорию. С вами был я, Джек Каверит. Вы смотрели обзор новостей экономики на пятницу, 2 июня. Завтра мы представим вашему вниманию экономический календарь понедельника. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!